Защищают ли марлевые повязки и бумажные маски от гриппа? Да. Вопрос только кого? Вот когда донтисты лечат ваши гнилые пеньки, или там хирурги обрезают вашу и без того сикельдявочную пиписечку, врачи ведь всегда надевают повязку на лицо? Вы думаете они от пациентов боятся гриппом заразиться что ли? Все как раз наоборот. Если вдруг во время операции доктор чихнет, или там слюной забрызжет, или сопли у него потекут, и это попадет в рассеченные ткани пациента, то существует риск дополнительного заражения и без того поврежденных тканей. Так что доктор защищает вас от себя. С точки зрения гриппа, повязка выполняет ровно обратную функцию, она не надевшего повязку защищает от окружающих, а наоборот окружающих от идиота в маске. Если идиот в маске чихнет, то его сопли не заразят окружающих. А вот сам человек в маске как раз повышает риск заболеть. Дело в том, что теплое влажное дыхание конденсируется внутри бумаги, марли или из чего там сделана повязка, и создает там просто великолепную теплую, мокрую, жирненькую питательную среду, где бактерии и вирусы бодренько размножаются с ошеломительной скоростью. Таким образом, если вдруг на вашу маску кто-то чихнул, то его бактерии поселяются в этой вашей мокрой маске прямо у вас под носом, и вы начинаете ими дышать, увеличивая риск таки подцепить вирус. И кстати, если уж на то пошло, основной путь проникновения вирусов через слезные каналы, то есть через глаза. Носите уж тогда еще и плавательные очки, либо сразу противогаз закрытого цикла, этот вот как раз точно изолирует вас от окружающего мира. А марлевые повязки они для тупых лохов, которым некуда девать деньги. Впрочем, предлагаю вам флешмоб, рисуйте на повязке маркером пятачок свинячий, и идите гулять вокруг ближайшей мечети. Продолжение следует...